Поговорим о прохождении интервью в посольстве США. Если заявитель дошел до интервью в посольстве, то он точно понимает, как правильно формулировать цель поездки и какие документы необходимо иметь с собой. Постарайтесь во время интервью быть очень спокойным и внимательным. Самый часто задаваемый вопрос – это цель вашей поездки. Ответ здесь должен полностью соответствовать вашей анкете. Если есть необходимость, дайте чуть расширенный ответ, включив в него привязку к родине. Если вы проходите собеседование с женой или мужем, важно отвечать слаженно, не противоречить друг другу и анкете. Если офицеры дают вопросы по работе, то лучше отвечать по схеме. Название компании, чем занимается и кем работаете там, лично вы. А лишние детали могут только навредить. Если спрашивают, есть ли у вас документы с работы, выписка с банковского счета, надо отвечать, что есть, но сразу доставать их из папки не стоит. Очень важно отвечать на вопросы, смотря офицеру в глаза. Иногда задают вопросы о ваших предыдущих поездках. Важно уверенно перечислить страны, в каком году вы там были и с какой целью. Иногда офицер может задать вопросы, не имеющих никакого отношения к поездке в США. Эти вопросы задаются с целью психологической проверки. В случае одобрения визы вы не получите свои паспорта обратно, а офицер поднесет заветную фразу «Поздравляю, ваша виза одобрена» и расскажет, где и когда забрать паспорт. Если у вас вопросы, касающиеся выдачи виз, подготовки к прохождению к самоседованию, напишите нам на номер, который указан под видео. Субтитры создавал DimaTorzok